Всем привет, друзья! Сегодня покажу вам, что у меня происходит в квартире, как здесь англичане устанавливают себе центральное отопление, так они его называют, вот этот бойлер, комби, тоже комбинированный. У меня стали мальчики, два молодых парня, стали работать со 2 июня, и вот сегодня седьмое, они пришли опять, выходные попали, то есть, получается, они работали 3 дня до пятницы, и теперь вот четвертый день. Очень неудачно, потому что такой раскардаш в квартире, да еще и на выходные меня с этим оставили. Ну, давайте посмотрим. Я снимала, знаете, урывками, потому что постоянно, конечно, там мне не снять, но только немножко, чтобы вам было видно и понятно, как это здесь делается. Для меня это тоже было интересно, потому что у нас, по-моему, как-то все-таки по-другому. Вот радиаторы устанавливаются и все остальное. Так что давайте мы посмотрим, и я вам дальше расскажу. Вот, слышите, у меня все еще работы идут. Смотрите, как здорово там убрали эту батарею газовую, и под ней оказались обои вот такого цвета. Представляете, жили люди, вот у них кухня была обклеена такими обоями вообще пипец. Так смешно. Но продолжается у меня. Вот это все, видите? Сейчас будут здесь в углу бойлер устанавливать. Все-таки сюда его решили. Там не получилось. На кухне вот так. Сами понимаете, дальше пойдет все. В комнаты будет то же самое. Пол здесь вскрывают весь. Ковролин отдирают. Вот, в общем, конечно, будет тут у меня в квартире Раскардаш. И вот они там под полом кладут эту трубу отопительную. Вот, видите, здесь под полом и вода, и какой-то электрический кабель. Да, сейчас мне будут весь обдирать этот ковровое покрытие, карпит. Представляю, что у меня будет здесь в квартире. Бойлер они стали устанавливать самый первый и провозились с ним очень долго. Наверное, целый день. Потому что там выведено было, по-моему, пять или шесть трубок таких. Сейчас покажу вам, как это выглядит в конце. Вот так это выглядит теперь. Видите, как вскрывают все полы. Для того, чтобы туда поставить под окно батарею. Вот сейчас будут здесь тянуть под полом трубу. Вскрыли весь пол. И пол в таком состоянии, конечно. Вот видите, здесь лежал линолеум. Дальше ДВП и доски. Вот такие страшные. Сколько лет этому полу? Наверное, ну, столько же, сколько и зданию. Больше ста лет. И здесь весь пол до сих пор открыт, потому что здесь основной бойлер. Вот он. Показываю последнюю комнату. Вот смотрите. Здесь тоже одна батарея. Тоже вот эта страсть вся. Вот они тянут вот эту вот маленькую трубку. Видите? Ну, в общем, может вам, конечно, до конца. Это не очень интересно. Я просто показываю, как происходит это все. Здесь вот еще над бойлером, видите? Проблемку они мне устроили. Сначала они там дырку просверлили. Вот они ее теперь вот так вот закрыли какой-то, ну, кусочком. Но надо же все это заделывать. Ну, то есть такое, как-то большая оплошность, конечно. Пообещали они мне все это заделать, но не знаю. Пока еще все вот так. И здесь тоже, видите, было отверстие. Работают. Второй день у меня здесь мастера устанавливают вот такие вот радиаторы. Вот видите? 450 на тысячу. Это размеры. На кухне я показала вам. Бойлер установили, но еще надо вот здесь поднимать весь пол. Также в большой комнате вот, видите, подняли весь карпет, ковровое покрытие. Вот уже с одной стороны установили радиатор. Вот видите? Здесь под окном они тоже установили. Но теперь надо трубы там проложить. Вот будут поднимать. Помимо коврового покрытия надо еще поднять вот эти вот пластины. ДВП, по-моему, называется. И дальше там еще и доски. Что касается вот этого огромного бака, который у меня существовал для горячей воды. Включался, обогревался. Вот видите, здесь эти страшные были одеяла. Его закрывали, чтобы дольше тепло сохранялось. Ну вот он сейчас оказался мне не нужен. Сколько литров этот бак? Он, видите, медный, такой серьезный. Я попросила его здесь удалить, потому что у меня с шкафчиками проблема. Вот думаю, пока делаю здесь ремонт в ванной комнате. Это, видите же, ванная у меня все еще. Мне сказали, что да, мы можем вам его отсюда вытащить, удалить. Ну вот они, вы знаете, два огромных мужчины. Они, наверное, с ним тут возились больше двух часов. И так и не смогли. Вот видите, отсоединить они его отсоединили от воды. Почему-то здесь две емкости. Я не знаю почему. Для меня непонятно. Моих знаний не хватает для вот такого вот... Для такого вот механизма. Я, конечно, попрошу их... В следующий раз они придут завтра. Я попрошу, чтобы они его все-таки долили отсюда. Ну не знаю, чем это закончится. Хочу это место использовать как шкаф для себя. А хотя бы там наверху хранить какие-то чемоданы. Ну вы знаете, такие громоздкие вещи. Было бы неплохо. Он занимает место. Он мне уже теперь здесь абсолютно не нужен. У меня, конечно, все идет параллельно. Вот это вот нависшее здесь... Видите, какая страсть. Я это все буду убирать тоже. Поставлю себе экран. И хотела я еще и поменять ванну. Сделать с экраном вот такую П-образную. Знаете, сейчас покажу вам. Я даже нашла ее. Очень из дорогих. Но ее продают здесь у нас на местном сайте. Вот посмотрите, вот эта вот П-образная ванна. Она легкая, из какого-то улучшенного пластика. Смотрится шикарно. Я приезжала ее, смотрела. Это в Каосе там мужчина продавал. И она... Он предлагал все полностью вместе с экраном. За 80 фунтов вместе с душем тоже. Душ там у него очень хороший. Тоже все. Дорогая сантехника. Они себе решили просто установить кабинку душевую. Потому что уже старенькие. Им неудобно перелезать все время туда в ванную. В ванну эту. Вот. Но, вы знаете, к сожалению, я померила размеры. Эта ванна метр шестьдесят в длину. А в ширину аж девяносто пять сантиметров. В самом широком месте. Вот в этом полукруглом П-образном. И поэтому я посмотрела, когда пришла. У меня ванна узкая. И в ванной комнате, если я поставлю... Конечно, пройти будет можно. Но я думаю, что не стоит городить здесь мне это все. Это будет неудобно. При том, что у меня ванна стоит у самой двери, как вы заметили. В общем, не получилось. Вот. Как-то так. Так выглядит установленный новый радиатор. Это в моей большой комнате. Вот, посмотрите. Во-первых, я не знаю, я просила побольше, потому что окно у меня вообще здесь два с половиной метра шириной огромное. Я просила хотя бы метр-метр двадцать. Но меня уверили, что хватит вот этого вот метрового. Это ровно метр. Радиаторы вот такие. Они бывают разные. Ну вот, мне установили такой. Здесь, видите, идет медная труба туда вниз под пол. И здесь вот этот вот клапан такой. То есть можно регулировать, я так понимаю, горячее, холоднее. Вот здесь еще один такой. Входная-выходная труба. Здесь они, конечно, мне оторвали весь этот ковролин. Вот. Ну, видите, очень все сделали так неаккуратно. Уже положили сикось-накось. И дальше эти медные трубки проходят туда под пол. И дальше соединяются вот с такими металлокерамическими трубками. Странно тоже, что у них такой маленький диаметр вообще. Вот, видите, есть тут у них диаметр этих трубок и побольше немножко. Вот он. Здесь, наверное, восемнадцать миллиметров. И вот эти вот соединительные медные трубки. Вот они. Вот этот бойлер опять показываю. На кухне радиатор такой же. Ну, в общем, еще не закончили работу свою. Мои ребятки. В понедельник должен прийти еще один человек, который имеет как раз вот этот специальный сертификат о соответствии установке моего бойлера, что все там в порядке с газовым оборудованием. В общем, как говорят здесь в Англии, fingers crossed. Сейчас держим пальцы крестиком на удачу, чтобы они, в конце концов, закончили, проверили. Еще будут проверять два дня, чтобы все это прошло нормально, отопление действовало, функционировало, и все везде проходило нормально. Так что, fingers crossed. Значит, друзья, что еще хочу вам рассказать. Была я недавно в гостях у Людмилы из Одессы. Женщина, помните, наверное, вам сейчас видео наверху. Покажу вам ее. Так вот, конечно же, я стала сразу смотреть вот бойлер, как у нее стоит. Она недавно себе купила квартиру. И помимо бойлера я сфотографировала еще кухню. Вот так у нее в квартире выглядит кухня. Тоже таким островочком. И ей тоже не нравится. Ну и вот мы с ней тут как раз и встретились. Сошлись на том, что вместе будем смотреть и выбирать. Она уже себе нашла там, кто ей будет устанавливать новую кухню. Говорит, что нашла самую дешевую установку за 4000 фунтов стерлингов. Это, конечно, ужасно огромные деньги. Я даже не представляла, что вот так дорого стоит установка кухни. Помимо этого еще за саму кухню надо платить. И, конечно же, за всю бытовую технику тоже. Но, то есть, это будет порядка, наверное, 8-9 тысяч фунтов стерлингов. Вот это вот у нее новая кухня. Я не знаю. Вот. И еще что хочу вам показать. Как у нее странно. На ванной комнате, посмотрите, стоит опять же душ с электрическим вот этим подогревом воды. Никогда не могла я понять, почему стали мы с Людмилой спрашивать у ее мужа. И он сказал, что потому что очень низкий напор вот этой горячей воды, поэтому приходится устанавливать электрические обогреватели. Они работают лучше, несмотря на то, что есть бойлер с центральным отоплением. И, казалось бы, можно брать оттуда горячую воду. Но и это еще не все. Получилось, что вот эти вот краны двойные в Англии, которые везде всех удивляют, отдельно горячая, отдельно холодная вода, это то же самое именно от того, что холодной воды сильный напор. У горячей воды вообще очень слабый напор, и она течет очень плохо и медленно. И если поставить смеситель, то, как вы понимаете, горячая вода вообще не будет поступать, ее забьет холодная. Вот как просто здесь, оказывается, эта проблема объясняется. И оказалось, что это не потому, что англичанам так больше нравится, а вот их заставляет жизнь пользоваться двумя кранами вместо одного смесителя. И еще мне Людмила показала, какая у нее стоит чудесная вытяжка на потолке электрическая. Вот видите, она автоматически включается на ночь. И она говорит, что очень хорошо вентилирует всю квартиру и защищает от черной плесени. Вот такой обзор сегодня для вас, друзья. Посмотрим, что будет дальше. Я надеюсь, что я вам еще покажу, когда все у меня закончится и будет все очень красиво и тепло. А на этом я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Берегите себя. Пока-пока. Пока. Пока. Продолжение следует...